В квартирах расходятся обои, вздуваются полы и прыгают блохи. Многомесячная зловонная проблема Табовчан со 2-й Шацкой 4 в репортаже Юлии Савушкиной. Двери подъездов здесь все время открыты, потому что внутри запах такой, что порой доходит чуть ли не до головокружения. Ведет между тем и сам дом. Вот такие, к примеру, трещины образуются в балконе, прямо над подвалом, который сейчас залит. Ну, здесь практически два пальца помещается. В Тамбове перезахоронили останки красноармейца Василия Ивановича Касаринова. На церемонии, которая прошла на Полынковском кладбище, побывал Дмитрий Шапкин. Я убит под Ржевом в безымянном болоте, в пятой роте на левом при жестоком налете. Эти слова, стихотворения Двардовского в полной мере звучат сейчас у Василия Ивановича. Он погиб в августе 42-го года. Последние игры сыграны. Сколько команд поборолись за победу в рамках регионального этапа турнира «Кожаный мяч» и кому предстоит защищать честь области в суперфинале, узнал Павел Юрасов. За моей спиной сражаются за победу команды городов Котовск и Осказово. Это финал, и они решают, кто выйдет в суперфинал и будет представлять Томовскую область на всероссийском уровне. Здравствуйте! Это программа «Область новостей» в студии Олеся Павлова. Региональный бюджет пополнили еще полтора миллиарда рублей. Поправки в главный финансовый документ области рассмотрели депутаты областного парламента. Одним из вопросов повестки дня заседания стало и исполнение бюджета прошлого года. В обсуждении принял участие глава региона Максим Егоров. Обо всем по порядку расскажет Юлия Савушкина. Утро в областной думе началось заседание одной из парламентских фракций. Руководитель регионального Минздрава представил депутатам отчет об итогах проекта модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Эта программа рассчитана на пять лет. В нее входит строительство 24 учреждений, в том числе 13 ФАПов сельской местности, 10 центров врача общей практики, а также поликлиники на севере Тамбова. В ноябре объект, рассчитанный на прием 500 взрослых и 340 детей в смену, планируют сдать. Городская клиническая больница имени архиеписковых пауки города Тамбова определено уполномоченной медицинской организации по обретению оборудования и мебели в целях оснащения поликлиники для северной части города. По состоянию на 29 июня средства предусмотрены соглашением по оснащению объекта медицинским оборудованием и медицинской мебелью в размере 252,7 миллионов рублей полностью законтрактованы. Заключены контракты на поставку 82 единиц медицинского оборудования и медицинской мебели. В прошлом году на реализацию проекта было предусмотрено свыше миллиарда рублей. Завершилось строительство центра врача общей практики в селе Тулиновка Тамбовского округа. В семи поликлиниках провели ремонт. Также в учреждения было закуплено 10 единиц оборудования и 19 автомобилей. Народные избранники продолжили работу в рамках пленарного заседания Думы, на котором присутствовал и глава региона Максим Егоров. В числе основных рассмотренных в полном составе блок финансовых вопросов. В первую очередь депутаты подвели итоги исполнения главного финансового документа региона за прошлый год. Что можно сказать по бюджету 2022 года? То, что самое главное, все социальные обязательства перед населением Тамбовской области, в общем-то, в бюджете 2022 года были учтены и были выполнены. Более того, были выполнены дополнительные обязательства социальные. Что касается поддержки семей, участников СВО, что касается помощи нашему подшефтному району, который в Луганской области расположен, и по другим, соответственно, социальным вопросам. Рассмотрели депутаты и поправки в бюджет этого года. Изменения обусловлены прежде всего увеличением собственных доходов, за счет чего казна пополнилась на полтора миллиарда рублей. Дополнительные доходы планируется направить на развитие первичного звена здравоохранения в регионе, на реализацию общественных инициатив в сфере туризма, а также на размещение и питание граждан в пунктах временного размещения. Кроме того, запланированы расходы на поддержку сельхозпроизводителей. С учетом поправок, доходы бюджета области в целом чуть больше 63,5 миллиардов рублей. Расходная часть составляет 69,9 миллиарда рублей. Дефицит в размере 6,3 миллиарда, как отметили на заседании, носит технический характер. Благодаря изменениям в региональном законодательстве, принятом по инициативе главы региона Максима Егорова, область повысила свою инвестиционную привлекательность и привлекла крупные инвестпроекты на общую сумму больше 7,5 миллиардов рублей. Такую информацию озвучили на заседании профильной коллегии в областном правительстве. Тема продолжит мой коллега Павел Юрасов. Подвели итоги 2022 года и поставили задачи на ближайшую перспективу на заседании коллегии сразу два областных ведомства – Министерство экономической и инвестиционной политики и Департамент цены тарифов. Сегодня на заседании будут рассмотрены наиболее важные вопросы по выработке и реализации основных направлений государственной экономической политики, стратегического планирования, политики в сфере государственного частного партнерства, внешнеэкономической деятельности, тарифного регулирования. Министерство экономической и инвестиционной политики области в структуре правительства было образовано в конце прошлого года. Это первая коллегия исполнительного органа власти, которая решает сразу несколько задач, в том числе и внедрение системы стратегического планирования. В соответствии с поручением главы области Максима Егорова, Муниципальные округа нашего региона готовят стратегии социально-экономического развития своих территорий на ближайшие 7 лет. Уже 17 округов представили эти стратегии, 13 округам еще предстоит. Важно отметить, что эти документы лягут в основу общей стратегии развития Тамбовской области до 2030 года. Кроме того, Региональное министерство экономической и инвестиционной политики курирует реализацию нацпроекта «Производительность труда». В нашем регионе все целевые показатели этой программы перевыполнены. По этому направлению наша область является одним из лидеров среди регионов России. Среди ключевых показателей привлечения инвестиций – без малого 10 миллиардов рублей – таков портфель крупных проектов региона. Еще одно важное достижение – это вовлечение малого и среднего предпринимательства в экспорт. За прошлый год число таких экспортеров выросло с 93 до 166, а объем экспорта в сегменте МСП увеличился в полтора раза. Удалось достичь и поставленных целей в части роста средней заработной платы по региону. Аналогичная работа по разработке целевых показателей заработной платы проведена и в текущем году. По данным Тамбовстата за 4 месяца 2023 года заработная плата выросла на 15,4% и составила 39 870 рублей. И по оценке управления рост заработной платы по области в 2023 году составит 11,8% или 44 тысячи рублей. Среди задач министерства – участие делегации Тамбовской области во втором саммите «Россия-Африка» и организация визита делегации региона в Беларусь. Также на коллегии итоги своей работы подвел региональный департамент цены тарифов. Его основной задачей является соблюдение баланса интересов между потребителями и поставщиками услуг, чтобы услуги оставались доступными, а организации могли развиваться. В 2022 году установлены были тарифы на 2023 год и нам удалось сдержать их в рамках, можно даже сказать, ниже инфляции. Несмотря на все сложные экономические условия, тарифы в основном повысились на 8-9%. В 2023 году планового повышения с 1 июля тарифов не будет. Очередное повышение будет только в июле 2024 года. При этом департаменту удалось увеличить инвестиционную составляющую тарифов. Одна из важных задач, которая стоит перед департаментом сегодня – ускорение работы по электрификации железнодорожных путей на территории региона. Это позволит снизить нагрузку на бюджет области, который софинансирует пригородные ЖД-перевозки. Павел Юрасов, Николай Иванов, Данил Лычко, Область новостей. В квартирах расходятся обои, вздуваются полы и прыгают блохи. Жить в такой обстановке вынуждены тамбовчане со второй шацкой 4. Причина этих в буквальном смысле нечеловеческих условий, как говорят жильцы, в том, что уже больше четырех месяцев подвалы их дома заливают фекалиями. За помощью в решении зловонной проблемы люди были вынуждены обратиться к уполномоченному по правам человека в регионе. Детали этой встречи в сюжете Юлии Савушкиной. В управляемом вами доме происходит такое безобразие. Это не первый визит уполномоченного по правам человека в регионе Владимира Репина на вторую шацкую 4. В этот раз к разговору о невыносимых условиях, в которых здесь вынуждены жить люди, приглашены еще и представители управляющей компании, жилнадзора, а также ресурсопоставщики. «Страдаем не только жители этого многоквартирного дома. Страдает инженерная инфраструктура типовых сетей. В акте что написано? Вода отобрана из стыка типовой камеры и канализационного колодца одинаковый по составу, с большим содержанием аммония. То есть это фекальная вода». Этой самой фекальной водой подвалы четвертого дома заливает уже как минимум 4 месяца. Стоки периодически откачивают, но в одно из помещений зловонная жидкость практически моментально прибывает снова, по пути смешиваясь с горячей водой. «У нас беззвание. В квартирах приходится невозможно. В квартирах у нас появились блохи уже до третьего этажа. Вот откачали подвал. И вот видите, что там есть? Комар кипучий. Да, тут съедят. А вчера спускались по защите прав человека, полномочной. Их блохи тут съели. Вот такая ситуация. В квартире, говорю, всё, линолеум весь волной. Боюсь, теперь уже начнут чернеть стены». Бить тревогу жильцы начали ещё в феврале. Именно тогда они впервые обнаружили в своих подвалах эту гремучую смесь фекалий и горячей воды. Снизу валил пар. Полы в квартирах на первом этаже стали тёплыми. Неизменный спутник этой картины, тошнотворный запах канализации со временем становился только заметнее. «Двери подъездов здесь всё время открыты, потому что внутри запах такой, что порой доходит чуть ли не до головокружения. Ведёт между тем и сам дом. Вот такие, к примеру, трещины образуются в балконе, прямо над подвалом, который сейчас залит. Ну, здесь практически два пальца помещается». Представители теплоснабжающей организации утверждают, перед тем, как залить подвалы, канализационные стоки затекают в тепловую камеру. Отсюда и высокие температуры. Что конкретно вызывает аварийную ситуацию, только предстоит разобраться. Наверняка известно то, что с начала года компания РКС «Тамбов», которая отвечает за водоотведение в Тамбове, ведёт ремонт коллектора на соседней улице Подвойского. Всё это время канализационные линии в этом районе работают на подпоре. «Полностью, когда заменят трубопровод, полностью снимет подпор. До этого момента, ну только, Господь Богу, известно, сколько воды вылит в город в канализацию, когда этот подпор станет. Он то есть, то его нет. А то, что с него течёт в лоток, да, конечно, нужно разбираться, почему течёт». «Подождите, я вот хочу понять вашу логику. Вы знаете прекрасно, вы делаете ремонт и сами же признаёте о том, что вот по этой причине происходит подтопление фекальными стоками подвала, да? Правильно, в лоток, через лоток, сюда?» «Через лоток, да, попадают в фекальные стоки, мы этого не отрицаем. А вы что предпринимаете для того, чтобы этого не было?» «У нас постоянно работают перекачки, нескольких перекачек стационарных и мобильных, чтобы хоть как-то сдерживать этот поток». «А вы готовы ущерб возмещать жильцам дома за причинённый ущерб?» «Нет, здесь надо с ущербом разобраться, кто его должен возмещать». «Вы же сами только что сказали, что это вот из-за ремонта, всё это происходит». «Нет, из-за ремонта стоит подпор. Здесь подпор стоит каждую неделю, да, и до того момента, как ремонта не было». Договориться в ходе этой встречи удалось лишь о том, что управляющая компания, которая обслуживает дом, произведёт в подвалах дезинфекцию, чтобы избавиться от насекомых. Также в планах провести герметизацию ввода сети. Это может как минимум снизить интенсивность потоков, льющих в подвалы. Владимир Репин, между тем, намерен подключить к решению проблемы надзорные органы. Юлия Савушкина, Евгений Михеев, Ольга Кириллова, Область новостей. На Полонковском кладбище Тамбова в торжественной обстановке перезахоронили останки красноармейца Василия Ивановича Касаринова, который погиб в Ржевской битве 81 год назад. На церемонии побывал мой коллега Дмитрий Шапкин. «Я убит под Ржевом в безымянном болоте, в пятой роте, на левом при жестоком налёте». Эти слова, стихотворения Твардовского, в полной мере звучат сейчас о Василии Ивановиче. Он погиб в августе 1942 года. И спустя 80 лет его останки найдены. И сегодня перезахоронены здесь, на Тамбовской земле. Он родился в селе Кремёнке Ульяновской области в далёком 1904 году. И не был нашим земляком, но и родственники пожелали похоронить его рядом с дочерью. «Он вернулся с войны, но вернулся в Тамбов. Почему в Тамбов? Потому что поисковики провели работу по поиску родственников этого воина. А они проживают здесь, в Тамбове». Как вспоминают родные, когда началась война, он попал не на фронт, а на военную стройку. Лишь позже, в 1942 году, принял участие в боях на Ржевском направлении. Последнее письмо от него родные получили 10 июня 1942-го. «Он уже перевёлся со стройки военной, которая была в Инзе. Это тоже Куйбышевская область. Там большой железнодорожный узел был. Вот их перевели, уже переслали на фронт. Он писал, что предстоит бой, тяжёлый бой, но мы выстоим, молитесь за нас, и мы победим». Его останки обнаружили 26 ноября прошлого года. Тогда в районе урочища Горобова Ржевского района Тверской области работали поисковики московского отряда «Пионер». Они нашли останки советского солдата со смертным медальоном. Это была обычная патронная гильза, в которую боец положил листок бумаги со своим именем и званием. Этот лист, а также пробитая каска, рака с останками, да ещё фото молодого Василия Ивановича – почти всё, что осталось от бойца. Почти, потому что в памяти потомков живо воспоминание об их героическом предке, который принял тяжёлый бой за родину и пал в нём смертью храбрых. Теперь он обрёл покой в Тамбове. Битрий Шапкин, Илья Тырса, Данил Ичко. Область новостей. В общественной палате прошло заседание комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО. Ключевым на комиссии стало подведение итогов двух конкурсов. Первый – конкурс публичных отчётов социально ориентированных некоммерческих организаций. В общей сложности в нём приняли участие 12 НКО. В тройку лучших вошла лаборатория, занимающаяся поддержкой и популяризацией избирательного искусства. Благотворительная организация, помогающая семьям с детьми-инвалидами в Первомайском районе. И организация по развитию волонтёрского движения. Второй вопрос – это подведение итогов конкурса мини-грантов активистов территориального общественного самоуправления Тамбовской области, где тоже будут вручены награды, денежные микрогранты. И у нас четыре победителя, потому что третье место у нас разделили два активиста из города Тамбова. Территориальное общественное самоуправление – это форма самоорганизации граждан по месту их жительства. Вручение микрогрантов является для них одной из новых форм поддержки. В общей сложности на гранты было выделено 150 тысяч рублей. По словам руководителя комиссии, эти средства активисты направят на реализацию своих проектов. В парке семейного отдыха Ромашково, что на берегу Цны, прошли военизированные учения. При поддержке фонда президентских грантов их организовали для школьников и студентов СУЗов. Чему научились ребята за день и для чего им необходимы такие навыки, расскажет Дмитрий Шапкин. Лёгкий дождик – не помеха ребятам, которые пришли постигать азы выживания в разных жизненных ситуациях. После построения короткого инструктажа две группы разбредаются по наставникам и начинают постигать матчасть. Особенность учений в том, что это именно командная работа. Мы сегодня собрали две команды. Это динамский коллектив. Один коллектив у нас лыжной гонки, это наша секция спортивный клуб. И вторая команда – бизнес-колледжа. Не раз дети участвуют, но мы стараемся их менять. Водорост от 14 до 19 лет юношей девушки. В принципе, действие простое. Значит, выдергивается вот эта чека. И вот это вот рукой надо держать. Видно всем, да? То есть в тот момент, когда человек отпустит, если он её не метнёт никуда, то она через 3,2 или через 4,2 секунды взорвётся. С ручной наступательной гранатой РГД-5, вернее, её муляжом, ребята знакомятся внимательно, слушают инструктора, потом берут в руки наступательную Ф-1. По соседству другая группа вяжет узлы. Как выяснилось, этот навык не менее важен в полевых условиях, чем обращение с оружием. Ведь порой от правильно связанной оснастки в горах или при переправе зависит чья-то жизнь. Сначала мы пристёгиваем верхний, потом нижний. Отстёгиваемся в обратном порядке. Нижний, потом верхний. То есть верхний всегда пристёгываем. При одолении таких препятствий. Вот. Карабин пристегнули верхний. Обязательно замухтовали. Александр Щегров активно занимается спортом в обществе «Динамо» и просто отлично собирает и разбирает автомат Калашникова. Свои навыки он демонстрирует товарищам по команде вместе с инструктором. Нам рассказал, кто научил его этому. Мой отец работает в МВД. И вчера он преподавал мне урок, как разбирать правильно по сборке и разборке автомат Калашникова. Как думаешь, пригодится? Ну, в будущем, да, возможно. С макетом оружия отлично управлялись не только ребята, но и девушки. Так, Алисе Красильниковой, которая занимается лыжем и биатлоном и уже не первый раз участвует в подобных учениях, нравится военная тематика. Я участвовала в школе в соревнованиях «Зерница». Меня это научили, мне понравилось. Вот теперь. Как считаешь, вообще такие соревнования чего могут? Ну, я считаю, что это очень важное соревнование. Они могут научить основам военной подготовки. И в любом случае, конечно, надеюсь, что это не понадобится, но знать это надо. Ориентирование на местности – еще один важный навык. Инструктор показывает, как правильно работать с компасом, определять стороны света и находить линейные ориентиры, чтобы в случае экстремальной ситуации или боевых действий выйти к своим. Судя по реакции, ребятам учения, которые провели при поддержке Фонда президентских грантов, пришлись по душе. Дмитрий Шапкин, Александр Чекмарев, Анна Мусатова. Область новостей. Стены Тамбовского молодежного театра вновь украсила художественная выставка. На этот раз – это работа его сотрудников. Кто показал свои грани таланта, узнала наша съемочная группа. Театр начинается не только с вешалки, но и с той работы, которая ведется вне сцены. И эта работа важна не меньше. Театр – это синтез искусств, где можно показать все грани своего таланта. Это выставка работ сотрудников театра. Каждая уникальна. Она рассказывает о внутреннем мире авторов. И это не просто картинки, а работы, наполненные настроением. Екатерина работает администратором в молодежке. Всегда была творческим человеком, но до художественной школы в детстве не дошла. А мечта научиться рисовать осталась. По одной дороге вместе с красками и кистями пошла в 2010 году. Я знакомлюсь с Ириной Бирюковой. Она у нас представляла новую галерею. Просто спросила, здравствуйте, а можно ли таким взрослым, как я, а мне было 32 года, научиться рисовать? Она говорит, да, конечно, приходи. Я говорю, как долго этот путь проходит? Она с легкостью отвечает о том, что за 10 уроков я тебя научу и будешь выставляться. Я не поверила. На самом деле, на 10-й наш урок мои картины уже выставлялись в новой галереи. Вдохновение Екатерина нашла в полотнах Клода Мане. Женщине понравилась его легкость и воздушность. Так начала создавать свои шедевры, которые отражают состояние и легкость настроения. Особое место в ее творчестве занимает натюрморт «Яблоки», который был создан мастихином и пальцем. Кисть здесь не принимала участия абсолютно. Для меня это было что-то новым и потрясающим. То есть, если стандартные техники с помощью кисти, то здесь я уже работала импровизацией и как получится. И, на мой взгляд, натюрморт получился. А вот актриса Дарья Томилина – самоучка. Она не заканчивала художественную школу, но всегда любила рисовать. Так 8 лет назад взяла в руки акварель и села за холст. Мне она нравится, потому что она растекается, потому что она смешивается, потому что дает какие-то формы интересные, дает какие-то оттенки, цвета всякие. И порой… Ну, ей же нельзя управлять. Ну, скорее, нельзя ей управлять, поэтому никогда не знаю, что получится в итоге. И это классно, мне нравится. Вдохновение Дарья черпает в природе. В ее работах много пейзажа. А яркость работы идет, опять же, от настроения. Я очень люблю северную природу, Карелию, и, наверное, на этом как-то больше строится. Здесь маленькая часть, потому что у меня очень много рисунков в скетчбуках, в альбомчиках всяких. Поэтому все, что смогли, в рамки, так сказать, засунуть во всех смыслах. Вот здесь. Увидеть эти работы, наполненные светом и цветом, можно будет до завершения сезона. В Молодежном театре он продлится до конца июля. Олеся Павлова, Александр Чекмарев, Ольга Кириллова, Область новостей. В Тамбовской области сыграли последние игры в рамках регионального этапа турнира юных футболистов «Кожаный мяч». Сколько команд поборолись за победу, и кому предстоит защищать честь области в суперфинале, узнал наш корреспондент Павел Юрасов. Позади отборочные этапы. Вот они, лучшие представители муниципальных округов на большом поле локомотива. Сегодня заключительный день легендарных соревнований «Кожаный мяч». На поле команды старшей группы. Например, за моей спиной сражаются за победу команды городов Котовск и Расказово. Это финал, и они решают, кто выйдет в суперфинал и будет представлять Тамбовскую область на всероссийском уровне. Игры в рамках «Кожаного мяча» проходили с 24 июня в двух лигах – сельской и городской. На поле выходили игроки трех возрастных категорий. Всего же в региональном этапе турнира юных футболистов приняли участие 25 команд. Это воспитанники спортивных школ, сборная городов и поселков. Заявиться на участие может даже дворовая команда. Ребята из Расказово явно настроены на победу. Я занимаюсь футболом 7 лет. Почти у нас 4 тренировки в неделю. Грубо говоря, нет никаких выходных. Ты на какой позиции играешь? Правой нападающей. Какая у тебя стратегия победы? Забивая голы, как обычно. «Кожаный мяч» – это крупнейшее массовое всероссийское соревнование по футболу среди детских команд, которое проводится ежегодно с 1964 года по инициативе легенды советского футбола Льва Яшина. Соревнования в младшей и средней возрастных группах мы уже привели. В младшей возрастной группе у нас есть два победителя сельской лиги. Это команда Маршанского муниципального округа. В городской лиге – это команда города Кирсаново. В средней и возрастной группе также у нас уже выявлены победители. В городской лиге победителем стала команда из города Котовска. В сельской лиге – классок, команда из Инжанинского муниципального округа. Все победители регионального этапа получат право участия во всероссийском финале. Команды младшей группы сыграют в Башкирии, а игроков средней возрастной группы встретит Волгоград. Павел Юрасов, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей. На этом все. Еще больше новостей на нашем сайте, в Телеграм и в группах соцсетей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова